Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Уже почти как две недели назад вышла GTA Online на новое поколение консолей. И из-за этого Rockstar отложили новые бонусы и скидки аж на две недели. И как это ожидалось, первая бонусная неделя на новом поколении консолей будет со своими приколами. Но об этом мы поговорим далее в ролике. Учитывая какая ситуация происходит в мире, я хочу вас попросить лишь об одной вещи. Это просто написать абсолютно любой комментарий и поставить лайк. Ведь всем русским авторам обрубили монетизацию, ролики будут неохотно продвигаться. И благодаря вот таким вот простым действиям канал не будет загибаться. Ну а если ты это уже сделал, огромное тебе спасибо. Сегодня видео будет по большей части лишь информативным. Ну а теперь погнали к самому ролику. Всем желаю приятного просмотра. Вообще из такого нового это как всегда бонусная неделя. И в основном что-то действительно новое, но говнистое появилось именно на новом поколении. Но давайте вкратце пробежимся по бонусам и скидкам. На подиуме казино сейчас красуется Pegasi Tarrera. Как по мне машинка нормальная, на халяву её можно будет забрать. Но если ещё кто-то пользуется автокубом, то там можно забрать Sentinel XS. Для того, чтобы его получить, нужно финишировать в пятёрке лучших в двух погонях. Далее у нас идёт новый транспорт на тестовой трассе. Это Comet S2, Calico GTF и ZR350. Если у вас есть желание купить какую-то из этих машин, то сначала протестите её на этой трассе. Потому что какой-либо другой пользы от этой трассы я не вижу. Далее у нас идут двойные выплаты, как на деньги, так и на опыт за режим двойной хук и за задание Мадраса. Задание Мадраса это тот ещё высер. А вот режим двойной хук это реально топ-тема. Если вы ещё в это не играли, самое время поиграть. Ну а далее у нас идут скидки на машины. Со скидкой 30% можно забрать Hellfire, RT3000, Neon и Reaper. Всё это можно найти на сайте Legendary Motorsport. Цены с такой скидкой не особо конские и базируются в районе 1 миллиона. А вот на жёлтом сайте со скидкой 25% можно купить Calico GTF, что я крайне рекомендую, и ZR350. ZR-ку уж если хотите, то по желанию. Далее у нас идёт самое интересное, это то, как разработчики красиво описывают новые бонусы в GTA Online. После того, как GTA Online вышла на новые консоли, еженедельные события в игре стали ещё грандиознее. Отныне, во время каждого такого события, владельцы консолей новейшего поколения смогут устраивать пробные заезды для премиального транспорта Хао. Проходить испытания на время и получать ещё больше бонусов и скидок, чем раньше. Кроме этого, они продолжат получать бонусы и скидки, и еженедельные награды, которые доступны игрокам в остальных версиях GTA Online. И это тревожный знак того, что в GTA Online появится подписка. У меня немного не получилось доделать этот ролик по техническим причинам, и доделал я его только спустя 3 дня. И да, всё-таки по поводу подписки я был прав. Да, так оно и оказалось. Теперь простых смертных от бояра ограничивают подпиской под названием GTA+. GTA+, это новая подписка для GTA Online на новых консолях, которая станет доступна 29 марта и позволит как начинающим, так и опытным игрокам воспользоваться широким ассортиментом бонусов. На консолях последнего поколения. Короче, рассказываю, как это будет. В GTA Online будет выходить новая бонусная неделя, и огрызки от этой недели будут в бесплатном доступе. А вот все остальные полноценные бонусы будут доступны уже в подписке. А, забыл сказать, что подписчики GTA+, каждый месяц будут получать полмиллиона долларов игровой валюты. Пацаны, вы за месяц нафармите на Кайоперика в 20 раз больше, чем эта грёбаная выплата. Но ещё множество бесполезных вещей в этой подписке. Например, как бесплатное улучшение яхты до модели водолей. Да, только я последний раз был на яхте в году так 17-м. Ещё там всякий различный бесплатный тюнинг, раскраски и прочие перделки и свистелки. И да, подписка стоит всего лишь 6 долларов, а это 600 рублей как бы. Конечно, не в обиду консольщикам, к счастью, она доступна только там. На ПК, как всегда, стабильность. Лучше бы они античит клепали, чем вот такие вот подписки делали. Мне больше нравится позиция Rockstar, как они сказали, что разрабатывают новую часть GTA. Типа вот вам инфа, которая так была очевидна с 14-го года, но продолжайте играть в GTA Online. Мы вам вон подписочку сделали. Игре уже почти 9 лет, как никак, надо все соки из неё выжимать. Эта подписка очередной знак того, что новую часть GTA мы увидим не скоро. Ну а что ты думаешь по этому поводу, напиши в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а если этот ролик тебе показался весьма интересным и информативным, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Ну а если ты досмотрел до этого момента, то рекомендую глянуть тебе ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok